очень часто на наших фотографиях появляются странные полупрозрачные шарики их размеры цвет и количество могут быть самыми разными они преследуют нас квартире на улице на работе могут возникать в самых неожиданных местах на некоторых снимках они спокойно висят перед камерой на других стремительно перемещаются да так быстро что оставляют за собой смазанный след существует множество версий о природе их происхождения люди склонны верить в различные мистические явления уверены что им удалось сфотографировать существ из параллельного мира в этом случае их называют по-разному орбы щелпы астральные шары или духи те же кто привык мыслить рационально доказывают обратное мол это всего лишь отражение вспышки фотоаппарата от пыли летающей в воздухе пыльцы насекомых или влаги обе стороны спорящих приводит убедительные на их взгляд доказательства но не могут прийти к единому решению в таких случаях правда обычно находится посередине и не замечается оппонентами в конце нашего сюжета я покажу вам уникальную видеозапись летающих шаров а сейчас давайте совершим небольшой экскурс в историю восьмидесятых годах прошлого века итальянский ученый лучиано бакконе занимался изучением энергетических форм жизни которые по его мнению всегда и во все времена находились рядом с нами с помощью специальной сверхчувствительной аппаратуры и специальной фотопленки которая позволяла снимать в инфракрасном спектре он сумел зафиксировать странные облака над своей лабораторией они принимали различные формы оставаясь невидимыми в нашем зрительном диапазоне и вели себя как разумные существа бакконе создал их классификацию и пришел к выводу что ему удалось доказать свое предположение современная техника обладает намного большими возможностями даже простые матрицы в недорогих фотоаппаратах способны фиксировать часть невидимого инфракрасного излучения так может быть правда заключается в том что мы получаем снимки на которых появляются не только отблески вспышки от пыли но и реальные объекты невидимого нам мира нужно лишь научиться отличать их друг от друга как это сделать я расскажу вам в одном из следующих сюжет а теперь как и обещал вам самом начале я хочу показать вам видеозаписи шаров которые мы сумели сделать с помощью инфракрасной камеры в невидимом спектре ой 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 Субтитры создавал DimaTorzok